Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 марта 2024 года для всех знаков зодиака. Овны. В понедельник овны будут очень агрессивны, и это боевое настроение может передаваться второй половинке и членам семьи. Так что стоит быть аккуратнее, не стоит проявлять негатив и берегите себя и нервы своих близких. А во вторник и в среду уделите внимание родителям и детям. Родители могут очень сильно скучать по вам, а дети отбиться от рук, что потом может привести к конфликтам в доме. А во второй половине этой недели в личных отношениях вас, овны, ждет гармония и идеальное время, чтобы узаконить отношения. Одинокие овны смогут в пятницу или в субботу познакомиться с человеком, который вам понравится, он внешне будет очень приятный. Но постарайтесь не поддаваться чувствам, а вначале все-таки лучше узнать друг друга. В воскресенье стоит уделить внимание себе и заботе о своем теле. В начале этой недели вы получите потрясающую новость от близкого человека, а также на этой неделе вы будете чувствовать себя великолепно. Ваши близкие и родные вас любят, ценят и уважают. Вы это чувствуете и даете эти же эмоции в ответ. А в среду постарайтесь обратить больше внимания на просьбы ваших близких. Не откладывайте их на потом. Так вы покажете, что вы цените их, и они могут на вас положиться. Во второй половине этой недели вы будете активны. Работа и рабочие вопросы могут вас поглотить, и это может привести к непониманию близких. Постарайтесь им тоже уделять время. И порой даже пять минут имеют значение. Если вам требуется на выходных помощь семьи, то стоит об этом попросить их. Ведь вместе все делать гораздо быстрее и продуктивнее. Близнецы. В начале недели близнецы будут самоочарование. Вы притягиваете противоположный пол, умеете покорить людей своей улыбкой. Вы начнете порхать, как бабочка, а ваша уверенность будет заражать всех вокруг. Только не стоит очаровываться новыми знакомствами, особенно если этот человек не свободен, потому что есть риск оказаться в любом треугольнике, из которого вы очень долго не сможете выбраться. В среду и в четверг надо провести время с детьми, сходить в театр или кино. Главное показать им, что вы их любите. А в пятницу займитесь собой и своей красотой. Сходите в салон, сделайте приятные косметические процедуры. В воскресенье можно побаловать себя красивыми и сексуальными покупками, чтобы порадовать свою вторую половинку. Раки. В начале этой недели стоит заняться планированием своего ближайшего будущего. Обсудите этот вопрос с близкими в понедельник или в среду. Только не стоит гнуть свою линию. Если вы друг с другом не согласны, просто выслушайте и отложите решение на другой день. Если вы планировали менять место жительства, во вторник стоит заняться поиском жилья. Не спорьте в среду и в четверг с любимым человеком. Вы можете очень сильно поругаться. Посвятите пятницу отдыху с семьей. Устройте ужин. Только не стоит стоять у плиты. Закажите лучше доставку или сходите в ресторан. Иногда нужно отдыхать. А в выходные не надо уделять много внимания посторонним. У вас есть близкие, которые тоже хотят провести время с вами. И это будет им очень приятно. Львы. В начале этой недели постарайтесь не высказывать своим близким претензии. Вы это скажете на нервах или в плохом настроении. А поссориться можете вплоть до раздрыва. Иногда вы бываете слишком резки, потому что очень требовательны. В среду стоит обратить внимание на близких и друзей. Скорее всего, у них сейчас проблемы. Они почему-то не хотят вас беспокоить, но им очень нужна ваша помощь. В четверг вы будете очень ревнивы. Постарайтесь не позволять этому чувству разрушить ваши отношения. Особенно, когда ревность беспочвенна и основана только на ваших фантазиях. В пятницу и в субботу стоит уделить внимание своей внешности. Можно поменять прическу или цвет волос. Купить новые вещи. А в воскресенье одинокие львы могут через интернет завести приятные знакомства. Девы. В понедельник уделите внимание детям или младшим членам семьи. Постарайтесь им помочь. Если требуется с ними сделать какие-то поделки или какие-то творческие проекты, отложите свои текущие дела и сделайте это совместно. Вы сможете наладить эмоциональный контакт. Если отправитесь в поездку, берите с собой свою вторую половинку. Вы сможете приятно провести свободное время и устроить приятные романтические вечера вдвоем. Старайтесь больше времени проводить с семьей, а не с друзьями. А в четверг и в пятницу вас ждет приятное знакомство. Но будьте аккуратнее, не заводите связи на стороне. Если вы одиноки, не стоит открыто проявлять свою чувственность. Другой человек может этим воспользоваться. А в выходные можно побыть немного эгоистами и уделить больше внимания себе. Весы. В понедельник и вторник уделите внимание себе. Сходите на массаж или спа. Займитесь своей фигурой. Стоит уделить внимание не только близким, но также присмотреться и к своему окружению. Потому что среди них есть человек, которому вы очень нравитесь. Нужно только подать сигнал, чтобы чувства вспыхнули. И у вас начался бурный роман. А во вторник и в среду не проявляйте свой характер. Не нужно ссориться. Достаточно любые проблемы решать разговором, не на повышенных тонах. В пятницу можно знакомиться с людьми из других регионов и стран. Вы можете завести приятную дружбу. А в выходные можно посвятить время творчеству или хобби. Занимайтесь тем, благодаря чему вы отдыхаете. А ваши близкие вас в этом поддержат. Скорпионы. В начале недели вы будете сексуальны, энергичны и постарайтесь направить эту энергию в нужное русло. Нужно понимать, что у партнера может и не быть такого настроения. Поэтому не стоит требовать от других полного внимания к себе. Вообще общение с противоположным полом на этой неделе будет приносить только удовольствие. А в среду и в четверг устроите романтический ужин или семейные посиделки. Планируйте совместно будущее. Вашему партнеру будет этого радость, что его мнение вы тоже учитываете. А в выходные можно отправиться в совместную семейную поездку или навестить родных. Стрельцы. На этой неделе стрельцы очень семейные и вам захочется больше времени проводить с близкими. Вам может не хватать душевного тепла и захочется больше внимания со стороны любимого человека. А во вторник и в среду уделите внимание себе. Сходите в салон красоты. Сделайте маникюр, педикюр, покрасьте волосы. Старайтесь делать все, чтобы больше радоваться, а не грустить. Четверка, пятница – очень размеренные дни. Вы будете в гармонии с собой. Вас и ваших близких будет все устраивать. Соглашайтесь во второй половине этой недели на поездки. Особенно, если поездка увлекательная и увеселительная. В субботу постарайтесь помочь близким людям. Им будет приятно. А вот вторую половину субботы и воскресенья стоит посвятить друзьям. Побудьте их жилеткой, потому что сейчас им очень нужна ваша поддержка. Козероги. На этой неделе, в понедельник и в четверг, козероги могут встретить свою вторую половинку. Вы найдете человека с общими взглядами на жизнь. Это бывает крайне редко. Только не нужно лишний раз проявлять свой пессимизм и не нужно искать недостатки там, где их нет. Просто расслабьтесь и радуйтесь. Отправляйтесь в семейные поездки в начале недели или навестите во вторник родственников, особенно родителей. А если они далеко, то хотя бы позвоните им. Во второй половине этой недели стоит прислушаться к тому, что вам предлагают близкие люди. Можно начать совместное дело с родственником, либо вложиться и показать свое доверие. В выходные стоит заняться обустройством своего жилья. Возможно, пора обновить интерьер и купить какие-то предметы красоты. У вас глаз должен радоваться и гореть. Не стоит жить прошлым. Водолеи В понедельник у водолеев есть шанс нарваться на брачных аферистов. Не стоит в начале недели приводить к себе незнакомых людей в дом. А во вторник будьте внимательны к тем, кого вы любите. Не нужно грубить или в резкой форме высказывать свое мнение. У вас всего лишь плохое настроение, а другой человек решит, что у вас проблемы и начнет накручивать себя и ситуацию. В среду и в четверг может появиться человек из прошлого, который вас когда-то обманул или предал. Не стоит вступать в связь с этим человеком. Можно поговорить и просто отпустить ситуацию. И простите его от души. В конце этой недели уделите внимание своему телу. Начните заниматься спортом. Вы можете сделать первый шаг к фигуре своей мечты. А в выходные стоит отправиться на отдых за город. Но если не получается, не тратьте свою энергию. Сделайте генеральную уборку. Или даже просто разберитесь в шкафу. Рыбы. Старайтесь в понедельник и во вторник держать себя в руках. Вы можете наговорить лишнего близким людям. Особенно может достаться вашей второй половинки. В начале недели стоит говорить только о будущем. А вот прошлое, как и прошлые обиды, стоит оставить. Если жить только этим, то отношения очень быстро приведут к расставанию. Одиноким рыбам на этой неделе лучше не знакомиться. Потому что эти знакомства могут привести к разочарованию или к печальному опыту. Также лучше на этой неделе не вступать в разовые связи. Но если так получается, то не забывайте о безопасности. В пятницу постарайтесь проявить внимание к младшим членам семьи. Но не стоит их учить. Лучше просто узнать, как у них дела. С вами могут поделиться секретом. Но стоит этот секрет сохранить в тайне от всех. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok